Вот это вот честь. Подошли, вы там. Вам остается. Ну ничего. Господи, сил такой. Ваше слово было все равно напрасным. Аллилуйя. Что? Я говорю, ваше слово было все равно напрасным. Постарайтесь, я дам слово, что бы там не разговаривать. Ты куда? То, что вы говорите, в это время идет на всю Вселенную, на весь мир. Вы маленько соображайте, что тут делается. А потом удивляйтесь, что такие болячки на вас прилипают. Люди слушают и говорят, что это за человек, который важнее забивает. И вам уже благословения нет от этого. Я все раз сказал о том, что вы пришли. Ну и сравните, в прошлом году и сегодня разница большая. Не, ну сегодня надо сказать 23-е просто. Большая. Завтра посмотрим. Одной день, одно. Ну и 6 часов никто не приходил. Мало приходило. Дело не в этом. Никогда не спешите. Ну прошло полтора часа. Но ведь больше, если это как-то правильно я понял, часы идут у нас. Правильно идут? Танюш, ты сейчас не уходи, Господи, сел немножко. В других местах, где священники, там все еще продолжается богослужение. Это четвертая часть канона Андрея Критского. Тем более мы его сделали на три восходящие ступени. Покаянный. То же самое возвели на благодарение и на словословие. Это необычно. Люди просят слова. Мы это засняли. Вы никогда не смотрите, что снимают. Приучитесь молиться всюду, где бы ты ни был. Патриарх сам. Кирилл считает канон Андрея Критского. И перед ним вот с такими камерами стоят и снимают. И мы сидим дома и смотрим, как патриарх считает молиться. У нас кто были против съемок? Их здесь нету. Приветы передаете от них. Они злобствуют. Названивают нашим, чтобы они не ходили сюда. Будьте внимательны, чтобы вас не выдуло ветром отсюда. Эти люди уже не просто ушли. У них демонический характер. Он не сам только погиб, но ему надо затащить другого. Спрашивают, а почему демоны работают так? Потому что он пал и желает, чтобы не один был. Вот и все. Мне вчера по телефону только позвонили. А я заранее говорил. Высчитал, о чем они говорят. И вчера подтвердилось по телефону. Кому звонили ушедшие от нас. Полумертвые. А не ходите. А куда зовут? Не знают. Вот она ходила туда. Туда зовут. Расспросите. Она пришла оттуда. Она здесь обихоженная. Ей все знакомо. Здесь получила рождение. Здесь крещение. И пойти куда-то и хулить. Это богохульство где-то граничит или хула на Духа Святого. Вчера ко мне подходит сестра. Вот она рядом. Наш секретарь Марина Геннадьевна. И необычная такая просьба. Я кое-что мог и не расслышать. Это жена нашего брата Игоря. Повтори просьбу с вами. Что вчера сказала. Подробно что было. Я работаю в музее. Который вот тут находится на Льва Толстого. Наверное все вы это знаете. У нас два филиала. И сейчас у нас открывается третий филиал. В быстром истоке. Филиал киноактера, кинорежиссера Золотухина. Ну я знаю что у нас была такая история. Что он был у нас тут на Ползунова. И какие даже фотографии сохранились. Я попросила Игнатия Тихоновича. Чтобы он немножко написал о том. Как произошло их знакомство и их встреча. Для истории нашего филиала. Так брат Игорь подойди. Просчитай. Я две странички написал. Что интересно. Сколько это лет назад было? Это было в 2004 году. Ну считайте. 11 лет. Почти. И я не вспоминаю. Ну такая мимолетная встреча. И только сказала. Я сразу начал молиться. Вот всплыло. Как будто он здесь находится. Передо мной раскрылась картина. Я написал то. Как говорится. От копейки в копейку. Я всегда удивляюсь этому. Как Бог близок. Или сестра молилась об этом. Но это полезно для всех. Вот в чем дело-то. Для чего это все делают-то. На этом мучатся не два, не три человека. Вот прочитай. Пожалуйста. Близко знакомый мне режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич снял два фильма о нашем восстанавливающейся с нуля поселке Потеряевки Мамонтовского района. Фильм «Предчувствие» получил главный приз на международном киноконкурсе документальных фильмов о православии в Югославии. И Златоуст из Потеряевки, занявшим первое место в России. Кузнецов работал тогда уже в отделе культуры Алтайского края. Как-то он приезжает в гости ко мне с товарищами, среди которых был Золотухин Валерий Сергеевич, с которым мы не были знакомы. И которого я вообще не знал. Кино не смотрю. Артистами театров не интересуюсь. Как христианин. Почему? Потому что святой Иоанн Златоуст говорит, театр это училище разврата. Что уж там Кузнецов Владимир рассказывал Валерию, что его сюда привело, не ведаю. Но когда мы были у нас в Трапезной на улице Ползунова 6, они мне его представили. Подожди минутку. Вот здесь вот. И чтобы... Ну Золотухин это все-таки не рядовой человек. А я даже и не слышал, что он есть. Вот здесь губернатором стал Идакима Михаил Сергеевич. И до его приезда сюда я даже не слышал, что он существует. То есть я вообще очень-очень далекий от этого и не знаю, кто они такие. Но получается так, что режиссер рассказал. Видимо, что-то его заинтересовало. И они вот сюда приехали. Вот здесь это все происходило. Можно сказать, что заинтересовало-то его? А? Я-то тут тоже был. Да. Его не просто заинтересовало. Он или увидел фильм, или красочно ему рассказали об этих фильмах, как заняли особенно первое место. И об этом очень сильно тут ратовали они. Как бы задействовать Алтайский край, чтобы тоже на документальных фильмах что-то, какое-то место получили. И Кузнецов говорит, давай, где живю, сделаем. Еще, говорит, ты посмотришь на него? И потом с Идакимом поговорим, чтобы деньги выделили, все. И Золотухин загорелся этой мыслью. Рассказать, ну, вот о таких вот людях, которые близки к земле, да еще православные. Он еще храм тут строит. И вот с этой мысли он сюда приехал. И еще у него сын, его личный сын, или от первой жены сын, он священник. И его тоже этот момент очень задевал тоже. Он тоже хотел вопросы какие-то задавать, потому что Кузнецов сказал, необычный человек, говорит, на любые вопросы отвечает. И вот это все его привело. Но в основном, чтобы Евдокимова с вами познакомить. Вот, скажите, куда шло, каким путем. Но здесь то, что я знать не знаю вообще ничего, сижу пистерь глухой. Но вот они приезжают, а они дали там где-то знать. И когда они уезжают, сюда приезжает команда с режиссером. Они снимают этот, ну, тракт-то там бийский где-то, катунь-то все это. И там, где работали заключенные. И они приехали ко мне, режиссура составлена, и нам нужен консультант. Какой консультант я там не был? Я говорю, если дам консультацию. Вас просто выкинут, и вам не будут деньги давать. Я расскажу, что это советская власть означает. Кто это строил? Это невинные люди, раскулаченные. Это люди, которые жизнь положили на эту дорогу. Вы это знаете? Да, мы знаем. Но я-то скажу со стороны божественной еще. Они еще раз приехали. Я предупредил их. У вас впоследствии будет нежелательное. Вы со мной, если знаетесь, то это обязательно отразится. И они больше не приехали. Был фильм или не знаю. Это так. И дальше фотография сохранилась, и ее где-то там увидели. Но когда мы были уже в трапезной, они мне его представили, рассказали о его заслугах и жизни. Попросили сфотографироваться с ними. Мне показалось, что Валерий Сергеевич был чем-то сильно возбужден. Много смеялся, что меня удивило. Несерьезный какой-то мужичонка. Ну да, он небольшого роста, еще весь скрюченный на палочке. Да я откуда бы знал-то, какой он есть-то. Он как себя ведет, я подумал, какой, совсем не какой-то. Ну он вот меньше Володи еще. Да. Еще на палочке. И вы, если бы его увидели, вы сказали, что за шмарчок. Я даже сначала его не узнал. Он заходит, и вот такой вот весь, пока вот он в трапе, я его встречал, пока он на крыльцо к нам не встал, Я уже его так поддерживаю, говорю, вам что-то тяжело идти, что ли? А он поднимает лицо-то, я говорю, знаете, как этот Золотухин актер. Я говорю, а мы ждем какого-то писателя, говорю, все, писатель, писатель Золотухин. Знаешь такого? Я не знаю. А оказывается, он начал книгу эту выпустил, о своей жизни, короче говоря, о Высоцком. Она не вышла еще, только написала. И ему так Игнатиховичу сказали, он там тоже пишет книги, что-то такое. Ну конечно, есть, но есть вот. Вот и Марина скажет, и эти книги, они выставлены, я сам видел. Поэтому вот так и вас представили ему, потому что актера вы не знаете, может быть, хоть писателя знаете, а вы и писателя не знали. И я говорю, а кто такой? Я говорю, да бумбарас же. И он такой прям как, у него глаза загорелись, он палочку вот в сторону выпрямился, и стал выше, у Володи такой чуть не с меня, такой раз сразу. И такой все, приободрился, и как актер тут потом ходил тут, а потом обратно вышел опять, спустился вот так, я опять на палочку. А я даже бумбарас не слышал слова такого, я, что не скажут, если ты, вот слово. Да бумбарас это фамилия просто, как барабаш. Я не знаю. Он бы спросил меня, кто такой... Красноармеец, красноармеец, который боролся с бомбитами там. Не буду знать. Ну дальше. Да, если не знали бы. Но он сказал, я это фото помещу в своей книге, которая должна вот выйти, да. Новая книга, я не знал, что еще у него. У меня уже выходили из печати книги, вышло 38 всего. А я в ответ тут же сказал ему, а я эту фотографию с вами не могу поместить в своих книгах. Почему, удивился он? Потому что вы безбородый, похожи на женщину. И мне неудобно всем объяснять, что это мужчина на женщину похожий. Еще вы канон ему сказали. А канон тоже. Но его так развеселило, это его, что он сплеснул руками, громко захохотал, присел и хлопнул себя повыше колен. Причем еще запрокинулся вот так вот весь, как захохотал. Я так и опешил, что это за клоун такой. Видно, что не мальчишка и не пьяный, а так кривляется. Он на два года, ну он прям эти проводит, когда мастер-классы, он там еще не так, он же отплясывает, что только не делает. Не знал я его, не знал. Моложе меня. Повторяю, что я православный христианин, не по названию только. Наша трапезная находится в одном здании с нашим храмом. Попросили показать храм, я отпер, показал все, пояснил о необычайности украшений храма, что на стенах между икон висят надписи из Святой Библии. На аналоге лежит Святая Библия, в окладе по спецзаказу. И когда мы вышли в коридор, он сказал, что строит храм, богоугодное же это дело, дескать. Но мне уже успели сказать о его жизни, что у него один сын священник, другой жизненный, закончил самоубийством, и что у него самого есть... А, точно, только что же сын его погиб. Есть вовсе малолетний сын Ваня, прижитый им от артистки вне брака. Прелюбодейно, только родился, да. Премудр Соломона 4.6. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетеля разврата против родителей при допросе их. И я о том тут же сказал, приглашая его... Премудр Соломона 4.6. Медленно. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, понятно это? Хорошо. Суть свидетелей разврата против родителей. Суть свидетелей разврата против родителей. Это понятно вам? Понятно. Ну, при допросе их. Кто еще не светился браком? Страшное дело, не просто так. Корни их не укоренятся и проще. Да, они хвалятся. Кумом там, вроде Евдокима был, ребенка принимал. Приглашая его к покаянию, сказал об этом. С него сшибло все его наигранность, это точно. Он чуть ли не с ужасом взглянул на меня, сморщился даже. Но я же храм строю. Покров Престой Богородицы в селе Быстрый Исток на Алтае, где он родился. Это комментарий. Но я ответил, что главный храм это наше тело, в котором благоволит обитать Дух Святой. 1 Коринфон 3.16. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в нас, в вас? Бог не спросил, не спросит о строительстве нами храмов, а спросит о том, только как мы соблюдали в чистоте душу свое тело, этот истинный храм Божий. Он изъявил тут же желание приобрести у меня несколько томов моих книг, открытым оком для сына своего Дениса, священника. Так там же еще вопрос был, о, Дениса, там что-то архиерей начал гнать, а вы начали говорить о монашестве. Он говорит, в монахи там что-то решил пойти, а потом или не хочет. И вы ему начали еще о монашестве рассказывать. И говорите, вот у меня тут книги о монашестве. Он сразу какие, кинулся туда, начал смотреть, ничего себе сколько. А вы как раз выпустили, по-моему, последний восьмой том был о монашестве. Вот, даже еще как. И он эти книги взял, которые были, все собрал. Но на этом все закончилось, потому что Едокимов погиб буквально, наверное, через месяц. Так, вы какую роль можете здесь принять? Помолиться, чтобы то, что я написал, если будет принято, а Слово Божие там есть брошено, оно дало плоды. Только для этого. О нем я молиться не могу. Он умер совершенно беспокаянный. Впал в кому и на этом конец. Ему там даже ввели в кому его, говорят, что-то там желая с него снять. Но он из нее уже не вышел. Я сегодня посмотрел по интернету, какие о нем есть данные. Второе. Сегодняшнюю ночь, вот которая была, прошла уже сейчас, в Лос-Анджелесе годовое собрание было. Вы знаете, главная индустрия кино, Голливуд и Оскара присваивать. И выдвинута была номинация, это Звягинцев Андрей, Левиафан, фильм. Ну и даже тут министр вроде говорил, что это впервые может будет у нас этот... Оскар. ...клетка там, она позолоченная. Да. Но я вечером Володе сказал, Володя, Звягинцев не получит Оскара. Нет. А почему? Накануне обошли его одни люди. Вот тут интересный факт какой. Поляки поставили фильм один. Если взять по значимости, он ни к чему не призывает, ничего нет. Но! Поставили его об евреях. И если евреи там задействованы, можешь не выходить на конкурс. Хотя бы ты на 10 голов был выше, они возьмут свое. И не надо обижаться. Голливуд, артисты, все евреи. Если бы они не устроили в этот Оскар, вообще бы премий никаких не было. Довольствие-то второй, третий. Тут легко понять. Что роптать-то, когда... Ну, вы сделайте свой Голливуд. Человек говорит, когда в России свой сделает Голливуд и свой Оскар, и мы будем тогда платить. Но этот разговор никто не сделает. Разворуют. Только за прошлый год посадили в этой российской армии 8 генералов за взятки. Вы понимаете, что такое? Сколько миллиардов они забрали? Это 250 тысяч солдат армии можно было накормить, одеть и обуть. Какие деньги? Это две подводные атомные лодки. И поэтому у русских ничего не получится. Ну и там фильм Ида, кажется, называется. Я так говорю. Молодая женщина, чуть ли она на монашке пошла, решила узнать, где ее родители. Она еврейка. Это сюжет фильма. И узнали, что ее родителей, а может быть даже она была маленькая, какие-то поляки там где-то прятали. Ну, были такие люди, которые десятки людей спасли. Но немцы всюду вывесили объявление. У кого будут найдены евреи, все будут расстреляны. И они испугались и убили их. Если бы они пошли и сказали, вот мы и одумались, это бесполезное дело. Взяли бы евреев и их расстрелили. И они их убили. Такой сюжет. Евреи, это осколки Холокоста. И евреи мимо этот фильм. Это с их подачи он поставленный. Я уже понимаю, откуда это идет. И не надо ни грамма роптать. Ему не дали. Ну, дали какую-то другую премию. А Оскар дали этому польскому фильму. Вот и все. А откуда, скажете, вы это знаете? На опыте. Я никакой и никто. Но почему-то на мне иногда сходятся какие-то перекрестя здесь. Я знать не знаю, в Москве еврейская организация объявляет конкурс для старшеклассников, героев нашего времени. Участвует несколько сот по всей стране. И в Барнауле тоже один участвует. И кто очень хорошо известный Игорю Третьякову, Попов, Ладаном подпись, Сергей Иванович. И у него сын Ваня. Там мы познакомились с Игорем. У него творчество, он пишет стихи, поэмы, музыкант. Приходил сюда, играл и пил по терябке был. Сергей Иванович. И он Ване помогает, видимо. Делать Ване бы не сделать. Они берут у меня дискет и все. И ему сообщают, ты занял первое место. Обо мне пишут, я знать не знаю-то. Но пока он туда ехал, в это время ему уже второе место. Какой-то еврейский мальчик написал о еврейской синагоге. Какой это герой. Но эту синагогу отстроили, ему первое место. Ну и конечно все. Так что это за евреи там, это жилия. Я говорю, перестаньте. Евреи организовали, и они заказывают. Еще братья на втором месте-то были-то. Но он бы не о синагоге написал бы, а о миноре написал. И дали бы первую премию. Потому что они главные, они заведели. И не надо роптать никогда. Если бы они евреи где-то приспособились, сбоку, не их. Тогда бы еще можно сказать. Вот я знаю, вчера я сказал, не будет. И нету. Я даже за Андрея, за этого Звягинцева молюсь. У него говорили, веры нет. А какая-то вера есть. Он очень талантливый. Получил золотой глобус уже за этот фильм. Но я на него дал ответ согласно Библии, Святой Библии. Прошло не больше трех недель. И посещаемость моего ролика необычно уже 108 тысяч. Посетителей пришло. Хотя самая большая была, это я где комментировал, Кураева. Всего 27 тысяч. Значит, помнить надо. Я об этом просил, уже раньше говорил. Молиться всегда об Израиле. Мы считаем Псалтирии, написано, мир на Израиле. На России нету. И мы скажем, Господи, мир на Израиле, на Украину и на Россию. Дай с Израилем вместе. Об Израиле мы прямо упоминаем в книге Псалтирь. Об этом мы слышали. И когда молитесь, хотя бы несколько слов. Скажите, Господи, это твой народ, Богоизбранный. Но как далеко он ушел от тебя. Они тебя, пришедшего к своим, не приняли. Просто читайте, цитируйте места Писания. Он говорит, я послан их к погибшим овцам Израиля. Погибшие. То есть эти овцы подохли все. Вот как Бог характеризует их. Это скотомогильник всемирный. Но будет момент, когда они обратятся. Они еще скажут мир. Сегодня три мировые религии имеют начало от Емусталима. Это иудаизм, мусульманство и христианство. И потом все это объединится в одну мировую религию на три с половиной года. А можно, чтобы этого не было? Нельзя. Этого нельзя сделать. Это у Бога уже разнаряжено. Это обязательно будет. А что нужно? Нужно молиться. Ей гряди, Господи, сколько безумия, сколько крови. Почему вот эти христиане, которых зарезали, копты, почему они как овечки склонились? Потому что у них в руках Евангелие. Евангелие. Почему эти мусульмане, сунниты, зарезали их? Потому что у них в руках Коран, их священная книга. И каждый делает то, что в них написано. Разница есть. А то у нас одно и то же. Не обманывайте самих себя. Аллах и наш Бог, Иеговы, это совершенно разные. Наш Бог говорит о пришествии Мессии. И верующий в Сына Божий будет иметь жизнь вечную. У них их Бог, Аллах, как бы открываясь совсем в другом направлении, режут голову. А что делать? Молиться за врагов. Больше нам ничего не дано. И любить врагов не только молиться. И где вы услышите, что их все-таки надо найти, кто зарезали, отомстить, перестаньте. Патриарх Кирилл, мы считали это послание его, и он сочувствует, правильно все. А дальше будьте радостны. Не будьте варьем поста кислые такие. Написано, помашь голову твою, чтобы веселое лицо было видно. А то священники жалуются. Хорошие бабушки, ну как-то и капост начнется, свирепеют. До того такие злобные делаются, костылями переколотят друг друга, говорят. А вы наоборот покажите, как мы смиряемся перед Богом, как нам хорошо. Вот мы пришли сегодня, первый понедельник, пришли детки, молились все вместе, ну без священника. Припомнили свои прегрешения, родных и близких, дальних. Помолились за правителей, за патриарха, за епископов, священников. Дай всем духовное рождение. И чтобы этим каноном прожгло каждого из нас. Чтобы из поста мы вышли другими. Чтобы встретили пасху ликующими, освобожденными. А для чего пост? Чтобы ослабить тяжесть тела и возвысить душу. Сейчас о чем думаешь, кто не ел? А что у меня там дома есть? У нас было так, целый день. Ну ладно, а мы работаем на стройке. Надежда Васильевна на стройке таскала на носилках на этажи-то. Ну и вечером пришли, друг на друга посмотрели. Ну что, маленько поедим? А у ней на противне, на листике сухарики были. Поставили листик, по сухарик посидим. Все по согласию. Еще по согласию. И ничего на листике не осталось. Вот так. Так что нужно научиться благодарить за то, что у нас сегодня есть. Что Бог благословил. Что мы приехали помолить из-за людей отступников, которые чисто демонический труд делают. Я уже не хочу просто никого называть. Но вы, ну знаете, вчера мне имя позвонили, тех, которым они названивают. Это совершенно никуда. Вы говорите привет и передают. Змеиный яд источают они. А кто их? Их спонсирует мыслями зла как раз из Америки, которого я облечил. Он пришедший из Баптиста. Я это заранее, ничего не знаю, я говорил как есть. А сейчас говорят, а как знали молитву? Молитву я, Володя, все открываю. Я говорю, сегодня в опасности у нас вообще ни одна душа. Ей отошедшая звонит. И она мне вчера позвонила. Так все и есть. А я знать еще не знал. Знаете, какая радость знать живого Бога, который отвечает на молитве незримо нигде. И он это показывает. Я их вижу просто, этих людей. И что вы делаете? Усиливаю молитву. Поклоны делать не могу. Я сделал три поклона. У меня позвоночник там вырезан. Он сползает. И я уже тогда не встану. Зажимает нервный столб. И поэтому я по три поклона везде делаю. Ну и Господи, Владыка живота моего. Так что если видите, что я дальше не кланюсь, потому что я вырублен здесь. Только поэтому. А не потому что мысленно я все время там. Я посмотрел. Сегодня девочки были, молились. Один мужчина у нас, Тарасий. Видимо, дома с ним занимались. Я не вижу где-то маму его. Уехали. Уехали. И вот он кланялся. То ли он решил один поклон за два поклона посчитать. Наклонился. Ударил, посмотрел. Еще раз ударил. Потом встал. Надо смотреть на детей. Понимаете, у них что-то у детей есть такое, что хочется присоединиться к их молитве. Я к детям часто обращаюсь наедине, когда нужно где-то помолиться. Я стараюсь хоть на один шажок в сторону от толпы отвезти и сказать, да что ты к детям-то обращаешься. Я вот захожу в интернет, а мне столько просьб. Там разводятся. Там последний экзамен не сдала. Положили в больницу. Она хорошая. Да не забудьте, я звать ее Ульяне. Я тоже, я сказал бы, это действительно имя. Помолитесь. Столько просьб. Помолиться. Помолиться о нуждах. Я скажу, что просят очень большие люди. И откуда знают. И поэтому будете молиться и скажите, все, кто ко мне просят, это к вам. Даже имена не надо называть. Бог их знает. За их такое доверие, открытость. Помилуй их, Господи. Сделай как тебе угодно. Святой твоей воле. Видите, вот она с нами болела. Сидит рядышком. Мы смотрим на них. А я не удивилась. На их бледность и все свидетельствует о радости Господней. Это время подвига. И на пост нужно смотреть благоговейно. Иногда радость, а половина дней ушла уже. Половина, при половине поста. Златоуст говорит, не радость, а половина дней ушедших. А радость, если половина грехов уплыла. А если ты остался тоже, одно слово скажи. И ты сразу, как ежик, не пойдет это дело. Вы искусственно себе, как бы, обстановку представляете. А я бы как себя вел. А меня, если вот там будет, да я не говорю про коптов. Это уже конечный результат. И там нужно быть радостным. Как святые умирали. И всегда помните, мы христиане. В первую очередь, а вторичные, это уже православные. И вот нам такие каноны. Видите, вот канон, великий канон Андрея Критского. Вот которые на русском переводе считаем, это составил какой-то архиепископ православный. Я оттуда взял интернет, а потом перевел его уже на две ступени. Ну здорово это. Когда мы благодарим и словослоем. Еще будет завтра, послезавтра и в четверг. Так, ко мне вопросы есть? Я всем-всем передаю поклон от моих друзей интернетных. И говорят, да благословит вас Бог и всю общину вашу. Да благословит вас Бог и друзей ваши. Мы приходим и видим. Вчера интересно, наши братья ходили на Благовестие. Но до того интересно было. Я несколько раз сидел и мысленно смеялся. Наш один брат был там. И показывает, как правильно креститься. И говорит, если креститесь, вот так делайте. Вот так вот. Так, подожди, нет, не так. Вот так вот. И показывает. Забыл, как креститься. Но до того интересно. Это все в интернете стоит. Я думаю, это все действительно так. Это я думаю, дома тысячи поклонов ты не кладешь, брат. Больше я ничем не могу. Иначе, давай, у тебя рука механически будет делать это. А когда много поклонов, тебе... Ну не надо говорить. Я Иисусу Амуриту считаю, не могу. А если, Господи, Владыка, вначале считать и не можете считать, значит, дома вы ее многократно не считаете. Ведь язык у тебя сам механически будет произносить. Это хорошо, что мы вместе. Все у меня с Богом. Спасибо, Иисус. Простите меня, Ради Христа. Простите. Простите. Сергей Иванович, вот когда благодарственная часть канона, там благодарение. А вот когда первая часть, помил вы меня. Зачем вот многократственная подслуживая словословие в третьем каноне? Уже все под подано, тебе готово. Нет. Просто очень неудобно петь. А ты перешай мне. Либо он пусть его тут читает, а мы поем только словословие. Все как есть. Готовая, прими и обдумай. Было написано, как ты говоришь. А потом все-таки я помолился и снова вставил, как должно быть. На одном словословии мы пытаемся снова пройти эту ступень, потому что нас мысли сшибает туда. Все. Все. Это готово. На готовом легче разбираться. Потому что уже составили бы. Ну, понятно. Это было умышленно сделано. Будем умышленно. Просто не... Мы переключимся.